Репродуктивная фаза развития клеща варуа происходит в закрытых ячейках сотов рабочего или трудневого расплода. Расплод притягивает клещей и, следовательно, может быть использован для их поимки. Вместе с закрытым расплодом клещи могут быть удалены из пчелосемьи. Этап 1. Первый день применения метода из ульи вынимаются все рамки с открытым и закрытым расплодом и перемещаются в сборный корпус. С каждой стороны рамки оставляются от двух до трех сотен пчел для обеспечения необходимых условий и ухода за расплодом в сборном корпусе. При перемещении рамок необходимо удостовериться, что матка остается в продуктивной семье, где она будет продолжать вести яйцекладку без перерывов. В центральной позиции в ульи оставляется рамка с большим количеством открытого расплода, включая яйца и личинки. Она послужит приманкой для клеща. Эта рамка помечается маркером и ее легко будет найти при следующем осмотре улья. На освободившееся место устанавливаются рамки с сушью и рамки с вощиной. Этап 2. Через 9 дней после отбора рамок расплод на рамке приманки преимущественно закрыт. Клещи находятся в ячейках сотов. Рамка вынимается из улья и заменяется рамкой с сушью или вощиной. Метод отбора расплода может успешно применяться для сокращения численности клещей в пчелосемьях без использования химических препаратов. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.